Галейдоскоп из праздничных событий в Самаре открыл джазовый фестиваль. На сцену амфитеатра на площади Славы поднимались лучшие джаз-бенды страны. Московский коллектив, за операторами которого сидит Игнар Кравцов, приезжает в Самару уже во второй раз. Я хочу отдельно отметить то, что в этом году сцена в два, а то и в три раза больше, и артистов больше. Фестиваль, он разрастается, и это очень хорошие новости, и мы надеемся, что так будет и дальше. На сцене таланты демонстрируют и самарские музыканты, которые ответственно готовились к традиционному для города фестивалю. Джаз теперь это еще и хорошая погода, поэтому у нас вдвойне поднялось настроение, мы смотрим, что сюда очень много стекается народу. Сейчас уже на сцене выступают наши самарские джазовые ребята, выдают не по-детски, как говорится, поэтому вот у нас настроение сейчас приподнятое. Все организационные вопросы закончились, наконец-то мы сейчас наслаждаемся музыкой. Было тревожно, скажу честно, преподаватели все готовились, мы усиленно репетировали, готовили эту программу, переживали. Это все-таки выйти на такой уровень, на один уровень с московскими музыкантами, с мэтрами джазовой сцены Самарской. Конечно, было тревожно, но мы с этим справляемся. Специальным гостем этого года стал Игорь Бутман, который играл под аккомпанемент Московского джазового оркестра. Маэстро высоко оценил уровень джазовой культуры в Самаре. Самара вообще очень, так сказать, город с огромными культурными традициями и, в общем-то, третий в Советском Союзе при всей закрытости прошел фестиваль здесь. Да, и эта традиция живет, в общем-то, до сих пор и много происходит джазовых концертов и джазовой жизни, и главная публика. Вот в Самарской филармонии приезжаешь и получаешь удовольствие, во-первых, от самого зала, который звучит очень хорошо. Это один из лучших залов в стране, где можно играть. Джазовый вечер собрал аншлаг. Среди первых гостей Елена Лапушкина, глава города, наслаждалась несколькими часами качественной музыки вместе с самарцами, которые заявили, что вечер удался. Классика для молодежи, она часто скучная, а джаз в нем есть какая-то изюминка, это как всегда замечательно, и с погодой повезло. С фестивалей 66-го года и по сегодняшний день это всегда здорово. С учетом прекрасной погоды, качественного звука, это для меня праздник, конечно. Под чарующие звуки джаза самарцы встретили закат и открыли праздничную программу, посвященную Дню города. Мария Левина, Константин Головин. События.